У меня вопрос следующего характера. Я примерно 5 лет привлекаюсь ведическими знаниями, слушаю Ваши лекции, другие лекции. И ситуация у меня обостряется тем, что все против того, что я вообще этим всем занимаюсь. Нет, нет, это не с этим связано, проблема. Тогда я вообще в замешательстве. Проблема заключается в том, что Вы неправильно преподносите себя как личность. Я Вам просто приведу пример. Заниматься чем-то означает стать лучше и покладистее. Но если Вы не стали лучше и покладистее, вот в этом и проблема. Это называется гордость своим познанием. Ну, то есть, ты раньше вот общалась с людьми. Если ты чем-то занялась, ты должна общаться лучше. Я очень стараюсь, у меня просто не всегда получается. Ну, вот в этом вся проблема. А если ты себя чувствуешь лучше, чем они, тогда твое развитие идет не туда, не в коньяк корм. Ну, у меня есть ощущение, что у меня много гордыни внутри, с чем я тоже ставлю. Вот это, а это самое главное. То есть, смотрите, если человек получает знание, и оно не пошло в смирение, это знание является ядом, разрушающим его жизнь. И разрушение начинается с близких людей, потом дальше друзья идут, работа, и человек может вообще один остаться в результате своей гордости. А особо гордые люди считают, что Бог им помог один одному остаться. Он бросил детей, жену, друзей, работу, все бросил, и Бог ему помог. Замечательно. И, наверное, последний вопрос. Для того, чтобы прийти сюда на сегодняшнюю лекцию, сложилась очень сложная конфликтная ситуация в семье. Вот, и я вообще на берегу нахожусь. Вроде хочется быть хорошей женой, быть хорошей матерью. Завтра спросите разрешение пойти на лекцию. Скажите, что Олег Геннадьевич попросил, чтобы я попросила разрешение. Если не разрешат, не ходите. Хорошо, мы с вами завтра не увидимся. Зато вы увидитесь со своими близкими. Как зовут вашего мужа? Валера. Если вы дальше так будете продолжать, через полтора года он вас бросит. Спасибо. Выбирайте лекция или муж. Человек должен, человек, который получает знания, должен очень точно понимать, что знание это сила, и она может пойти в разрушение его жизни или воскрешение его жизни. Поэтому любое знание человек должен воспринимать так, чтобы стать смиреннее, потому что только смирение передает знания от одного человека к другому. Когда ты получил знание и стал гордым, знание никуда дальше не пойдет, оно будет все разрушать вокруг тебя и разрушит всю твою жизнь. Потому что цель знания, окончательная цель знания это приближение к душе. Когда человек приближается к душе, он становится смиреннее, покладистее, лучше в отношениях, больше принимает взгляды других людей, больше им прощает, больше принимает. Это признак развития личности. Если человек в результате получения знания меньше всех принимает, меньше понимает, меньше покладистый, то он уходит от знания, а не приходит к нему. И если бы я был таким человеком, вы бы никогда не пришли на мои лекции. А? Не пришли бы. Вы представьте себе. Ну здравствуйте. Видите, сразу же, ну до свидания. Никому гордые люди не нужны. Знания это то, что улучшает сердце, настоящее знание, а не то, что делает его жестоким. И максимальное развитие гордости это когда человек ради своей веры идет и убивает других. Это уже признак того, что он отупел полностью благодаря изучению духовного знания или какого-то нравственного. Отупел человек уже полностью, что идет убивает людей из-за веры. И вот есть разные стадии этого отупения. Первая стадия, я лучше других. Вторая, они плохие, я хороший. Третья стадия, я их не люблю. Четвертая, я их поубиваю. Поэтому вы решите для себя, вы хотите знания, если получать, тогда, если что-то, допустим, вы узнали, тогда настройтесь так, чтобы это близкие люди от этого не почувствовали дискомфорта. Ну допустим, мы сейчас будем говорить о том, как строить отношения между мужчиной и женщиной. Приведу сразу вам, прогнозирую ситуацию. Если, допустим, вы узнали точно, как себя надо правильно вести, но при этом снисходительно отнеслись к тому, что ваш муж неправильно себя ведет, тогда все нормально. А если после лекции вы точно узнали, как муж должен себя вести, но совсем не узнали, как вам надо себя вести, значит ваши отношения будут хуже после этой лекции, а не лучше. То есть вы, получается, будете разрушать свою жизнь, получая знания. Поэтому, когда человек слушает о женщине, женщина слушает о женщине, это хорошо. Когда мужчина о женщине слушает и записывает, это плохо. Потому что это яд. Вот представьте, мужчина теперь точно знает, как женщина должна себя вести, а жена так себя не ведет. Он придет домой и скажет, ну все понятно с тобой. И что, тогда отношения лучше станут после этой лекции? Нет. Будьте осторожны, получая знания. Но вы можете не отпрашиваться. Просто у вас все правильно сейчас в сердце идет. Вы просто скажите, пожалуйста, дай я возможность мне походить. Я стану лучше. Давайте возьмем, вот, расширим ваше представление о вас. Возьмем, допустим, вашу прошлую жизнь, а еще лучше позапрошлую. И посмотрим, вот, в перспективе вашего прошлого, вот, как вы раньше себя вели по отношению к людям, которые куда-то идут в жизни. Даже в этой еще жизни куда-то развиваются, но не так, как вы хотели бы. И попытайтесь понять, что сейчас Бог вас воспитывает через это все. Вот все, что происходит. Когда это воспитание закончится, больше не будет вот этого всего. Потому что ничего случайно не бывает. У вас точно такой же категоричный характер. Хоть вы и сказали, вы ведете сейчас правильно себя. Ну, значит, получаете по шапке за то, что было до этого раньше. Конечно, конечно. Но, может быть, не так жестоко, что вы, как бы, отказываетесь от лекции ради мужа. Так, может быть, не надо сейчас это делать. Я смотрю, вы так расстроились сильно. Не расстраивайтесь. Можете походить, а потом исправить все. Главное, чтобы вы все поняли. Главное, чтобы вы все поняли, и это хорошо.